А накануне встречу с жителями провел глава Ауэзовского района города. Речь зашла о точечной застройке, отсутствии детских площадок и трудностей с переходом на ОСИ. Аким выслушал жалобы людей и пообещал найти способы решения проблем. Об итогах встречи материал Динары Сабитовой. Сперва Сайран Сайфиденов отчитался перед людьми о проделанной в районе работе. В этот день у микрофонов выстроилась длинная очередь желающих задать свои вопросы. На повестке дня стояли проблемы, которые, по мнению горожан, невозможно решить без содействия местных властей. Нас обслуживает ТП-161. Он уже лет 20, может быть, даже больше, бесхозный. Решение суда есть о том, что передать в город, но до сих пор не передано. В конце концов, так получилось. Этот ТП оказался во дворе. По словам Акима, о проблеме жителей они знают и ведут работы по ее решению. В реле было совещание по вопросу перевода дачного массива в город. Здесь вопрос, не скажу, что ни одного дня, ни одного месяца, чтобы передать на коммунальную собственность. Хорошо, даже если человек сделает отчуждение от земельного участка, собственник согласится передать государству, передача ТП тоже займет очень большое много времени. Давайте мы к вам приедем, четко все это разъясним. На сегодня в Ауэзовском районе решаются проблемы с недостатком ученических мест. Завершены работы по строительству пристроек в пяти школах, капитальному ремонту двух дошкольных учреждений и открыты четыре частные школы. Высажено около 7 тысяч деревьев, благоустроено два пустующих участка, в микрорайоне Алтенбесыке отремонтировано 99 дворов. Однако, по словам жителей, не все дворы вошли в этот список. У меня на руках бумаги, на которых вы мне пообещали отремонтировать детскую придворовую территорию. Хорошо, ремонт начался в соседних дворах, однако, когда очередь дошла до нас, работы прекратились. Почему так вышло? Они все уже измерили, они прошли экспертизу. Данные средства, которые пойдут на ремонт вашего двора, они находятся на счету Ауэзовского акимата. Сейчас идут конкурсные процедуры. Я сказал, у нас 20 микрорайонов, которые остались без ремонта, они все будут закрыты. 191 двор. Встреча с Акимом Ауэзовского района продлилась несколько часов. За это время было задано около 50 вопросов от 29 человек. Сайран Сафиденов постарался ответить и найти решение на каждый из них. А тем жителям, чьи проблемы требуют более тщательного рассмотрения, он назначил личную встречу.